Динамо потерпела от Хофенхайма второе поражение в Лиге Европы. Киевская Динамо уступила немецкому Хофенхайму во втором туре основного раунда Лиги Европы 2024-25. Подробнее о поединке в отчете РБК «Украина». Лига Европы, основной раунд, второй тур. Хофенхайм-Динамо 2-0. Голы, Глажек, 22-60. В дебюте встречи команды решили не отсиживаться в обороне. И немецкие крестьяне, и отечественный столичный Грант пытались отвечать атаками на каждый выпад соперника. Первый момент, создала Динамо Брашка, нанес удар под перекладину, но Боуман среагировал. Хофенхайм ответил упущенной возможностью Крамарича, который из пределов штрафной пробил, рядом со штангой после отскока. Хозяева взяли мяч под контроль, а на экваторе тайма хрестоматийно открыли счет. Это же Андре выполнил прострел в центр штрафной, откуда Глажек в касание перевел мяч в угол. Подопечные Пелегрина Моторадца продолжили атаковать владение Бущана. Вот только своевременный выход голкипера из ворот помешал Крамаричу удвоить преимущество Хофенхайма. Попытки же Глажека и Штаха обострить ситуацию у ворот киевлян вовремя заблокировали защитники. Динамо перехватило инициативу под занавес первой половины. Команда Александра Шавковского выполнила целую серию угловых. Однако по-настоящему опасным для крестьян ни один из стандартов белосиних так и не стал. Со стартом второго тайма Хофенхайм вернул мяч под контроль. Правда первый намек на момент организовали гости. Хофбек украинского Гранда Брашка решился, но удар с дистанции не точно. Хозяева неожиданно ответили голом. Глажек сыграл в стенку с Крамаричем во время смещения с фланга и мастерски уложил в дальний угол из полукруга штрафной. Теперь Динамо пошло вперед большими силами, поэтому матч стал более зрелищным. Вот Шапаренко пробил с дистанции мимо ворот. Бущан среагировал на удар Тахунку с рикошетом. В последствии белосиние организовали молниеносную атаку, на финише которой Волошин лишь немного не успел на замыкание дальней штанги после комбинации того же Шапаренко и Кабаева. Увлекшись попытками размочить счет, команда Шавковского едва не пропустила в третий раз. Это Бишев из пределов штрафной мощно пробил в ближний угол, но Бущан в гандбольном стиле сумел парировать выстрел Хофбека. Динамо ответила еще одним неточным ударом Шапаренко со средней дистанции. Время шло, а забить хотя бы однажды белосиним не получалось. В конце концов поединок так и закончился с двумя забитыми мячами чешского форварда хозяев. Динамо остается без очков во втором по рангу Еврокубки и будет готовиться к противостоянию с итальянской Ромой 24 октября. К слову, накануне Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов.